В своей треть передаче мы решили поговорить с человеком, профессия которого также очень часто вызывает у людей неприязнь. У двух категорий людей. Это одна категория людей, которые должны деньги и не хотят их отдавать. Они считают, что люди этой профессии слишком жестоки и несправедливы по отношению к ним. Вторая категория людей считает, что приставы слишком проболтался, что люди этой профессии слишком пассивны и не выполняют то, что они делают по своей работе. Сегодня мы встречаемся с человеком, которого я знаю достаточно давно, который работает в этой профессии долго, знает про нее практически, на мой взгляд, все. Это юрист первой категории Гасинска Светлана Валентиновна, служба судебных приставов исполнителей. С чего бы мне хотелось начать? Первое, это чем вообще регулируется работа служб судебных приставов исполнителей? Какой нормативной базы? Деятельность судебных приставов регулируется обширной законодательной базой. Это и Конституция Российской Федерации, Федеральный закон об исполнительных производствах судебных приставов, Гражданский кодекс, Гражданско-процессуальный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, Федеральный закон об оценочной деятельности, положение Федеральной службы судебных приставов и нормативно-правовыми актами Министа. То есть тут идут все правовые акты, которые вообще полностью от начала до конца всю службу сопровождают. Скажите, пожалуйста, какие действия, вот начнем с основы, человек пришел с исполнительным документом, ну или скажем так, с заявлением с просьбой об возбуждении исполнительного производства, обратился в службу судебных приставов. Какие действия и в какие сроки должны приставы произвести? Человек обратился в службу судебных приставов, пишет заявление, указывает все свои реквизиты, прикладывает к заявлению исполнительный документ, отдает в канцелярию на регистрацию. Канцелярия принимает исполнительный документ, регистрирует, передает в течение трех дней для возбуждения исполнительного производства судебному приставу. То есть в течение трех дней с момента поступления в канцелярию исполнительного документа документ должен быть у пристава. Пристав решает возбуждать исполнительное производство, если по закону положено, либо отказать в возбуждении, если тоже такое предусмотрено законом. При возбуждении исполнительного производства постановление возбуждения направляется к должнику и взыскателю. В течение трех дней, получается, должны возбудить исполнительное производство, рассмотреть документы, соответствуют, не соответствуют, если все в наличии. А дальше вот есть какие-то, что сразу приступают к принудительному взысканию или нет? Нет. В постановлении возбуждения исполнительного производства должнику дается срок для добровольного исполнения в течение пяти дней, пяти рабочих дней. В случае неисполнения должником, восстановленной для добровольной оплаты срок своих обязательств, судебный пристав делает запрос в банки, в кредитные организации, в регистрирующие органы, такие как ГИБДД, Пенсионный фонд, Налоговая инспекция для установления имущественного положения должника. Выносит постановление, если при обнаружении счетов в банках и других кредитных организациях, выносит постановление о списании денежных средств, но в пределах предъявленной в исполнительном документе суммы. Светлана Анатольевна, а вот банков же очень много, он же не может написать во всех. В базе судебных приставов данных, да, существует пакет документов и практически по всем банкам уже рассылаются электронные запросы автоматически. То есть фактически это охватывает всю территорию, да? Практически, да. Интересно. Скажите, пожалуйста, а вот какая, допустим, вот у нас есть судебная база, мы можем посмотреть ведение всех дел, что происходит нового, какие определения вышли в суде и так далее, поступили документы для того, чтобы контролировать дела, которые мы ведем. А у вас вот что из себя представляет эта база и что по ней можно посмотреть, что увидеть? Да, на самом деле есть такая база, это очень удобно. Можно посмотреть свои долги, взыскатели могут посмотреть, возбуждено или исполнительное произведется, ведется ли оно в какой службе, фамилии приставов, телефон приставов, чтобы могли напрямую обратиться уже к приставу. Не искать по всей службе. Он дошло до имущества, скажем так. Какое имущество он может арестовать и каким образом реализуется имущество? Существует перечень имущества, которые мы не можем арестовать. То есть это единственное жилье может быть у должника и членов его семьи. Земельный участок, на котором стоит этот дом. Личные вещи, семенной материал, кто ведет личное подсобное хозяйство, не на продажу. То есть кроме этого перечня, в принципе, все подлежит, да? Все подлежит, да. А вот, допустим, оценку на месте может совершить? Оценку пристав на месте, да, может совершить, если имущество данное, стоимость его не превышает 30 тысяч рублей. Свыше 30 уже тысяч рублей требуется. Но он исключительно по своему внутреннему убеждению. Да, он считает, что вот это столько стоит. Должник может вносить замечание в акт вописи имущества. Возражение. Возражение, да. Все это учитывается, записывается. Он имеет право. В течение 10 дней, с момента вописи имущества, он может обжаловать. Понятно, да. Скажите, а вот, допустим, если пристав пришел и видит, что имущество, ну, явно больше 30 тысяч рублей и так далее, там. Тогда уже требуется оценка специалиста в этом случае. Это специализированная организация, которая заключает договор со службой судебных приставов. Мы передаем имущество на оценку, в дальнейшем на реализацию. Может заявить должник, что это не его имущество? Обязан ли пристав освободить прямо на месте это имущество? То есть, допустим, вы вот ко мне приходите, да, я говорю, а вот это вот, это вот эти вещи, это не мои. Вы обязаны эти вещи освободить из-под ареста или можете арестовать, а он должен обжаловать действие каким-то образом? Нет. Пристав описывает все имущество, находящееся в квартире или в другом, не моем должником, помещении. А должник уже в течение 10 дней может исключить это имущество из описи, если оно ему не принадлежит через суд. Раньше автомобиль, его сразу приставы, как правило, арестовывали, убирали на стоянку и там уже происходила реализация. Вот как вы сказали, с оценкой там и так далее. А сейчас мне сказали, что, как правило, автомобиль остается в пользовании и не изымается из пользования. Как правило, имущество, которое арестовывает судебный пристав, да, остается на хранении должнику. Но есть разные ситуации, поэтому автомобиль может быть арестован, да, без права пользования. Да, и должнику он в пользовании не остается. А если, допустим, вещь остается у меня, что я имею право с ней делать, что не имею? Можете, если вам оставляют данное имущество в пользовании, вы можете пользоваться, да, но не можете его утратить, растратить, перерегистрировать, отчуждения никакие производить. За растрату и отчуждение данного имущества тоже существует уголовная ответственность. Наиболее действенным на настоящий момент являются такие формы, вот как арест, как это называется, ну, то есть, как назовем проще, так, запрет выезда, да. И еще что-то связанное с правами, вот объясните мне и зрителям, что это значит наиболее действенные такие на должника. Что это за две формы? Должник, длительно не исполняющий решение суда или препятствующий его исполнению, судебный пристав-всполнитель может вынести постановление о ограничении выезда за границу должника, если у него долг свыше 10 тысяч рублей. Также может отдельная категория граждан быть ограничена в правах, в специальных правах, то есть, это водительские права на все виды транспорта, если у должника также долг свыше 10 тысяч рублей. Ну, это по отдельным категориям, такие как алименты, штрафы. То есть, это каким-то образом регистрируется и уже точно, если его остановят на трассе, могут это проверить и он будет наказан еще дополнительно, да? Да, передаются данные в ГИБДД, да, и по всей России. Получается, должник, по сути, да, он может обжаловаться каким-то образом действия или бездействия, но оказывать какое-то сопротивление и противодействие он не может? Сопротивления, противодействия нет, должник оказывать не может и не должен. Есть закон, есть решение суда, которое он должен исполнить и не противодействовать, не исполнить ему не может. Так, а каким образом, скажите, вот, допустим, если должника или взыскателя каким-то образом не устраивает действие пристава, что происходит, наверное, всегда, потому что это все время конфликт. Вот, то есть, кому он может обратиться, куда он может обратиться с жалобой на действие, бездействие пристава, не имеет значения? На действие, бездействие судебного пристава должник может либо взыскать или обратиться к старшему судебному приставу, либо в суд, в общей юрисдикции, либо арбитражный. Скажите, вот, Светлана Валентиновна, а часто, частые случаи, когда невозможность взыскания, что происходит в таких случаях? То есть, вы, допустим, сделали запрос, денег нет, имущества нет? Ну, при отсутствии у должника, как физического лица, так и организации, имущества, денег на расчетных счетах, автотранспорта, недвижимости, да, судебный пристав выходит по месту жительства должника, либо по месту нахождения организации, составляет соответствующий акт. Исполнительный документ в этом случае возвращается взыскателю. Но взыскатель имеет право в течение трех лет предъявить обратно этот исполнительный документ к исполнению заявлением, да, с приложенными документами. И пристав опять вновь начинает работу, то же самое. То есть, тут регулируется только сроком исполнительного документа, да, потому что пока он, я проясню, пока он лежит в исполнительном производстве, срок документа не течет. То есть, на обратной стороне исполнительного листа пристав пишет, когда поступил, когда ушел. Если, допустим, исполнительный лист действует три года, то это время выходит из этого. А если он будет лежать у вас в шкафчике, то будет течь этот срок. Ну и как можно резюмировать нашу сегодняшнюю встречу? Я думаю, что, во-первых, зрители передачи получат какую-то полезную информацию о том, каким образом ведется исполнительное производство, о своих каких-то правах, как изыскателей, так и должников. И, конечно, они увидели, что приставы – это такие же живые люди, которые работают рядом с ними, работают среди них и, в принципе, выполняют свою работу. Что это совершенно никакие мыть не лентяи, не злодеи. Но в то же время, я думаю, что они обратили внимание и сделают вывод, что если пристав выглядит добрым, спокойным, или это красивая девушка, или женщина, то это еще совершенно не значит, что им удастся убежать от исполнения своего долгового обязательства. Субтитры создавал DimaTorzok